Привет, друзья! В сердце горит слово. Как его можно удержать? Я хочу поделиться чем-то, что касается вас. Но я подожду несколько минут. Спасибо, что подключаетесь. Понимаю, что поздний вечер. Кто-то увидит эфир сейчас. А сейчас кто-то увидит его в записи. Валя из Ануфриевки, привет! Я хочу немножко поговорить о тебе. Я верю, это важно. И знаете, люди думают, что они знают самих себя. Но я хочу тебя удивить и сказать, что ты не знаешь сам себя. Ты думаешь, что ты знаешь себя. Но ты не знаешь себя, потому что Бог знает тебя. Слава Господу! Ну что, ждем минутку. Ждем минутку. Виктория, которая так нуждаюсь в слове. Но, Виктория, скажу вам. Песни-песни 4.7. Это вам слово от Господа. И Господь будет умножать ваше видение. Так, ну что, друзья, давайте напишите, откуда вы. И я верю, что вы немножко потерпите. Буквально минутку-две, чтобы другие ваши братья и сестры подключились. Мы семья Божья. И мы терпеливые. Мы подождем. И потом несколько слов я хочу сказать о тебе. Слава Господу! Знаете, я помню, это было лет 10 назад, наверное. Это был... Я читаю то, что вы пишете. Я читаю все, откуда вы. И параллельно говорю. Ну, любимый Коростышев. Смотрите. Ну, Киев. Я тоже. Я из Киева. Привет. Соседка. Ирина. Привет. Испания. Бонус. Ночис. Может быть, я правильно сказал. Может быть, нет. Хорошо. Так, Львии, в доброго вечера. Слава Богу. И я помню, было 12 часов ночи. Я смотрел служение какое-то на видеокассете еще. И я говорю, Господь, покажи мне людей такими, какими ты их видишь. Я хочу увидеть твоими глазами. И это было сверхъестественно. Это невозможно самому это сделать. Это возможно только тогда, когда Бог это сделает. Вы знаете, как Он это делает? Я... Я не знаю. София. Привет. В Штаты. Я не знаю, как Он это делает. Но я в этот момент начал видеть людей Божьими глазами. И я смотрел на собрание, которое шло по телевизору. И вы знаете, я увидел такую красоту людей. Люди такие прекрасные. Я хочу сбалансировать. Я хочу сказать, что люди могут вести себя плохо иногда. Есть кто ведет себя хорошо. Есть кто ведет себя плохо. Но сам по себе человек, если убрать от него плохое, или же в той сути, каким Бог планировал человека, и каким он видит человека. Человек настолько прекрасен. О, знаете, какой у меня пример сейчас родился? Может быть, он будет немножко похож. Вот, допустим, если у вас есть дети, вы поймете. Либо потом поймете, когда у вас будут дети. Допустим, вот вы видите много детей. Они красивые, они классные, они прикольные. Но тут ваш взгляд падает на вашего ребенка. О, миллион детей не перевесят красоту вашего ребенка в ваших глазах и в вашем отношении. Не потому, что эти миллион детей или миллиард детей, они некрасивее. Но здесь что-то есть в этом. И я лежал два часа, рыдал. Вот, и в буквальном смысле я плакал от того, насколько прекрасен человек. И в этот момент я попытался... Я не знаю, зачем я это сделал, но я говорю, Господь, я сейчас вспомню самого плохого человека в истории человечества, который придет мне на ум. Он, наверное, не прекрасен. И вы знаете, я вспомнил ужасного человека. И он был прекрасен. Не в поступках, не в мыслях. Как сам по себе. Творение, если убрать. Вау. Друзья, люди, настолько уникальное создание. Возьмите даже хотя бы, что у нас есть право выбора. Свободное право выбора. Мы не просто какой-то предмет, который без воздействия не может ничего, только как автомобиль, телефон. Мы сами решаем вещи. Как так можно? Я не знаю. Вы знаете, друзья, что внутри вас находится 100 триллионов клеток. И в каждой из клеток находится по 100 миллиардов атомов. Ооо. Вот это да. Я помню, однажды пророчествовал одному человеку. Это был молодой человек или девушка. Я не помню, кому я говорил. И Бог показал мне красоту этого человека и дал мне пример, которым я могу описать этого человека. И я говорю, представь себе такую ситуацию. Вот есть комната, сделана из алмазов. Настоящих алмазов. Там рубины, золото, самые дорогие камни, самые красивые узоры. Но это настолько прекрасно. Просто красота. Самое красивое, что можно было бы создать на земле. Но в этой комнате ты видишь, находится твой ребенок. И вот эта комната, которая была прекрасной до этого момента, она становится просто никакой. Просто никакой в сравнении с той красотой, которая исходит от твоего ребенка, или от твоего возлюбленного, или от твоей возлюбленной. Понимаете? Вау. Это сильно. Песни-песни, четвертая глава говорит. Вся ты прекрасна, и пятна нет на тебе. Или же говорит, пленила ты меня одним взглядом очей своих. Пленила. Знаете, что такое плен? Плен, это значит, что, к примеру, человека там привязали к дереву, его пленили, и он не может никуда уже уйти сам. У него нету сил. У него нету сил даже уйти из плена. Но в хорошем смысле плен, когда даже нет желания. Так вот, Иисус пленен тобой даже одним взглядом твоих очей. Может, знаешь, как сделать Иисус? Поблымкать глазами прямо сейчас. Если вы не слишком серьезные, если вы не слишком взрослые, если вы не повзрослели, вы можете подмигнуть Иисусу. Он говорит, сотовый мед каплет из уст твоих, возлюбленная моя. Вау. То есть Иисус, Он ловит твое дыхание. Иисус, Он ловит. Хотите, я вам докажу? Потому что все, что есть в нас, это только потому, что это есть в Боге. Я помню, когда моя дочь была маленькая, и вот она спит, а я подхожу, знаете, что я делал? Я брал свой нос, прикладывал к ее носу, она выдыхает, а я в это время выдыхаю. И одно из самых любимых, что я люблю делать до сегодняшнего дня, это вдыхать запах волос моей дочери. Говорю, доченька, замри на 30 секунд. И я делаю полный вздох, и она пахнет собой. И этот аромат с осознанием того, чей это аромат, чьи это волосы. И я туда углубляюсь, и я теряюсь в ее волосах, как в бездонной, бездонной и вечной безграничной вселенной, в которой каждый волосок для меня как целая вселенная. И я пьянею, если можно так сказать, от запаха волос моей дочери. Слушай, но я же не могу быть лучше Бога Отца. Я же не могу быть лучше Его. Мы же созданы по Его образу и подобию. Правильно? Когда ты спишь, я не могу этого тебе доказать. Но я более чем уверен. Потому что я больше верю в Бога и больше верю Богу, чем человеку. Я более чем уверен, что Папа Бог Духом Святым ныряет в твои волосы и вдыхает их. Я помню, когда мои детки были маленькими. И знаете, детки, они очень пахнут, особенно здесь вот чуть ниже затылка. Я не знаю почему, там где вот шея. И это, кстати, все говорят. И они так пахнут там. Слушай, то, что я хотел тебе сказать. Я что-то уже улетел. Я хотел тебе сказать. Ты настолько ценен. Понимаете? Пожалуйста, не позвольте себе сравнивать себя с кем-то или с чем-то. С достижениями. Достигайте чего-то. Имейте результаты. Все это хорошо. Но по сравнению с тобой, никакие результаты. Я просто не сталкиваю... Аля Исум, привет. Я просто не сталкиваю результаты и личность. Результаты вытекают из личности. Всему есть свое место. Но сейчас я хочу сказать тебе. Не сравнивай себя своими результатами, достижениями, знаниями, количеством денег, известностью. Пожалуйста. Вы знаете, есть люди, которые очень известны, но они себя ненавидят. Они ненавидят и они уходят из жизни, потому что они не знают себя. Вы знаете, мы, я вырос... Мама меня любила, но я вырос в то время, в советское время. Может быть, у вас по-другому было. Когда комплименты делать... А комплименты это не вранье, это констатация факта. Это просто реакция на видимое. Не было принято. Я не слышал в свою сторону каких-то хороших слов никогда. Никогда. Я слышал только комплименты от моих учителей. Они говорили, ты тупой, ты дурак, из тебя ничего не получится. Ты дурбелок, извините. Короче, все плохое, все, что есть, вот что я слушал о себе. И в какой-то момент я с этим согласился и я с этим жил. И когда я пришел к Иисусу первые два года, Он давал мне переживания Его любви. Я рыдал от Его любви, освобождаясь от болей, от памяти, от комплексов, от разочарований. Вау! Это так важно. Друзья, хотите знать, что такое Евангелие? Расскажите человеку, насколько он прекрасен в глазах Божьих. Не тяните иногда сразу человека к Богу. Приди к Иисусу, приди к Иисусу. Многие не идут к Иисусу, потому что им стыдно идти к Иисусу. Я вспоминаю тот случай, когда Иисус, когда я был грешником, и я оказался в тюремной камере на некоторое время. И когда Иисус пришел ко мне, грешнику, грешнику, и первое, что я пережил, это насколько я грязный, насколько я нечистый перед Ним, насколько я плохой. Вы понимаете, в Его свете скрыться невозможно. Но это не болючий был свет, когда смотришь на солнце и в глаза бьет. Не, Его свет... Я ничего не мог спрятать, находясь рядом с Ним. Но Он не судил меня. И я говорю, зачем ты ко мне пришел? А Он говорит, а я принимаю тебя таким, какой ты есть. Вау! Вау! Послушайте, друзья, я безбожник, грешник, вообще не понимаю, не знал, что такое Бог. А тут я понял, что такое милость Божья. Что Давид говорит в 138-м псалме? Он говорит, дивно я устроен, и душа моя вполне осознает это. Вообще, 138-й псалм, друзья, ну, он, наверное, мой один из любимых, любимых псалмов. Просто. Он говорит, дивно я сотворю. Откуда ты знаешь, Давид, каким ты сотворил? Он говорит, не сокрыты были от тебя, от твоих очей, кости мои, там, когда я был созидаем в утробе. То есть, я понимаю, что Дух Святой рассказывал Давиду о том, как он был сотворен. Мне Бог показывал моменты моего творения. Можете в это не поверить, но мне он показывал. Я могу по Библии это доказать. И Давид увидел, почему он знал, что он дивно сотворен? Он знал, кем он сотворен. Когда ты знаешь производителя, ты сразу поймешь и определишь качество. Производитель определяет качество. Тебя создал гений. Тебя создал искусственный мастер. И Давид говорит, душа моя. Что такое душа? Память, эмоции, воля, система ценностей и мысли. То есть, все эти пять качеств его души, не частично, но вполне понимали, насколько он прекрасен. Теперь смотрите, Давид, кем он был? Он был полководец, он был царь, он был сильный. А он был мужчина. И тут мужчина не стесняется. Знаете, женщинам, может быть, это легче. Но мужчина говорит, и поймите, Давид не был нарциссом. Но он говорил истину. Богдан, а что насчет того, что я могу ошибиться, поступить плохо? Ну, это не квалифицирует вас, что вы плохой. Я не говорю, что нужно поступать плохо. Я не говорю об этом, но младший сын, он нагрешился, растратил деньги там с блудницами, со свиньями там спит. Но когда он вернулся, что сделал отец? Он бежал к нему навстречу. Поймите, если сын упал в грязь, он не перестал быть сыном. Сыновья и дочери не падайте в грязь. Но вы не перестаете быть сыновьями и дочерьми. Вы понимаете? И твоя ценность, она определена, во-первых, тем, кто тебя создал. Твоя ценность определена Иисусом на кресте. Библия говорит, 1 Петра 1, 1, 19 или где-то в первой главе написано, что вы куплены дорогой ценой. Что может быть дороже сына Божьего? Что может быть дороже его крови? Ты хочешь знать, насколько ты ценный? Смотри на крест. Смотри на крест. Отец отдал за тебя Иисуса. Вы знаете, Аня Гергала, привет. Вы знаете, сейчас эту мысль, подождите, мысль очень интересная. Дух Святой, напомни мне эту мысль, я сбился, но... Вот, спасибо, Дух Святой. Смотрите, мне люди часто задают вопрос. Богдан, а как мы можем огорчать Бога? А как мы можем не угождать Богу? Вы знаете, с одной стороны, Бога огорчить очень сложно. Очень сложно. Он стойкий, он сильный. Он просто так, знаете, не колеблется. О, все, он теперь разочаровался у нас. Нет-нет-нет, друзья. Но единственное, что может действительно причинять очень большую ему боль, когда вы плохо относитесь сами к себе. Вот это причиняет ему большую боль. Это его очень ранит. Он терпеливо будет терпеть это. Может быть, он прослезится. Вы этого не увидите или не почувствуете. Но я знаю, о чем я говорю. Я помню однажды, у меня было это только два раза в жизни. И по Библии я могу доказать, что этому есть место. Однажды я услышал внутри себя, как Дух Святой плачет. Это было невыносимо. Я говорю, Дух Святой, почему ты плачешь? И он говорит, потому что мои дети не хотят со мной общаться. И я помню однажды, я шел на собрание, и я разочаровался в себе. Я стоял перед зеркалом. И вдруг я мгновенно разочаровался в себе. Я увидел, сам себе нарисовал эти несовершенства. Я говорю, Дух Святой, я тебе хоть не нравлюсь вообще? И он говорит, я создал тебя по моему желанию. Я создал тебя в соответствии с той мечтой, о которой я мечтал. Я говорю, да. Хорошо, Дух Святой, теперь все нормально. Друзья, вам нужно почаще слышать, что Дух Святой вам говорит. Итак, ваша ценность определена тем, кто вас создал. Ваша ценность определена Иисусом на кресте. Какую боль он прошел, какую цену он заплатил за вас на кресте. И третье, чем определена еще ваша ценность. Тем, что Дух Святой живет внутри вас. Дух Святой ограничил себя и отделил себя от себя. И поместил себя внутрь тебя, чтобы всегда быть в тебе. Я говорю однажды Дух Святой, что тебя привлекает во мне? Почему ты пришел жить во мне? И он говорит, меня привлекает в тебе ты. Он действительно в нас влюблен. Это наша величайшая сила, друзья. Знать, насколько Бог нас любит. И насколько мы прекрасны в Его глазах. Слава Господу. Ты можешь повторить со мной и сказать, я прекрасен. Вы можете осмелиться. Напишите в комменте, я прекрасен. Если вы будете смотреть в YouTube или в Facebook запись, пожалуйста, напишите. И пусть Господь это увидит. Слава Господу. Это то, что я хотел вам сказать на ночь. И я хочу попросить вас, чтобы вы всегда говорили, что вы прекрасны. Знаете, я даже сегодня это делал, я сегодня проводил служение, молился за женщину. И те люди, которые бывали на моих собраниях или видели, как я беру свидетельства, когда глухие уши открываются. И знаете, что я прошу людей сказать? Я говорю на ушко, там один человек говорит один, но ухо глухое. Я говорю, скажи, я прекрасный. И человек говорит, я прекрасный. Я говорю, я умничка. И она повторяет, я умничка. Ну, чтобы проверить, открылось ли глухое ухо. Сегодня опять так было. Сегодня одно глухое ухо. Но я увидел, насколько люди даже сказать о себе так не могут. Почему? Потому что они сразу же сравнивают себя со своими поступками. Друзья, не сравнивайте себя со своими поступками. Я не говорю, что надо делать плохие вещи. Мы не об этом говорим. Даже не хочу портить атмосферу. Вы очень мудрые, вы зрелые. Сравнивайте себя. Знаете, кто-то привел такой интересный пример. Мне он, если честно, он мне понравился. Взяли 100-долларовую купюру и сожмякали ее. Ну, она, знаете, она была такая гладенькая, красивенькая. Я желаю, чтобы на этой неделе следующая к вам пришла 100-долларовая купюра. Или эквивалент этой суммы. Но тем не менее. И вот она 100-долларовая купюра. Она стоит 100 долларов. Знаете, ее взяли, пожмякали, а потом развернули. Она была такая помятая. Там что-то запачкалось где-то. Но свои ценности, стоимости, она вообще не поменяла. Вы понимаете? Слава Господу. Вы отображение Божьих способностей. Вы отображение Божьего ума. Вы отображение того, кто есть Бог. Вот почему дьявол ненавидит человека. Потому что человек настолько прекрасен. Вы знаете, один человек видел видение. Когда ангел увидел Адама, у него в глазах раздвоилось. Он подумал, как это был один Бог тут стоял, а тут уже два. То есть там не было видно, где Бог, а где человек. Вот именно тогда меняются наши поступки, когда мы знаем, какие мы. Аминь. Я за успех. Я за целеустремленность. Я за прогрессию. Я за динамику. Я за то, чтобы приносить много плода. Да, все это хорошо. Но, друзья, никогда результаты не сравнятся с вами. У меня есть дети. У меня есть жена. И вы знаете, мое отношение к детям вообще не меняется. От того, делают они что-то или не делают они что-то. Я их люблю все время. Когда они что-то делают, и у них получается, и им это нравится, я радуюсь. Я реально радуюсь. Да, это приносит мне радость, но это не влияет на их ценность, их дела. Благодатью мы спасены не от дел. Ты настолько шедеврален, что такого, как ты, не будет никогда за всю вечность. Ты уникальная личность. Твой отпечаток пальца нету ни у кого такого отпечатка пальца. Если у тебя палец, отпечаток пальца нету такого, то какой же ты? Я так хочу тебя попросить, чтобы на следующей неделе ты уделил или уделила время и слушала. От Господа какая ты. Вы знаете, каждый раз, когда я говорю, Господь покажи мне меня, иногда даже не верится, насколько мы действительно прекрасны. И мозги включаются, и память включаются. Ты тут не так. Ты здесь не дотягиваешь. Ты там накричала. Ты тут не домолился. Ты тут не допослушался. Друзья, боритесь с этим. Кстати, я сейчас получил откровение. Потому что вы жаждете, откровение рождается. В 50-м псалме Давид говорит, я согрешил против тебя, Господи. А в 138-м псалме он говорит, дивно я устроен. То есть, другими словами, да, он покаялся в том грехе, о котором он говорит в 50-м псалме. Но поймите, это не значит, что теперь Давид все время говорит, ой, я грешник, я же когда-то согрешил. Нет, 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 нет. Нет, нет, Давид покаялся. Вы знаете, я недавно что-то сделал не так. Или подумал что-то плохо. Или я не помню, что я... Что-то, короче, мне показалось, что я что-то неправильное сделал. Я говорю, Господь, прости меня, прости меня, Дух Святой. И потом чувство стыда преследовало меня еще ближайшие полчаса. И я еще раз говорю, Дух Святой, прости меня, пожалуйста. Он мне говорит, ты о чем? Я говорю, как это, о чем? Ну, я же сделал там, подумал плохо. Он говорит, я не помню. Сила крови. Сила крови Иисуса. Господь Иисус, я благодарю Тебя за каждого человека в эфире. Я молюсь, чтобы откровение того, какие они в твоих глазах, и понимание того, какие они в твоих глазах, стало не просто их временным вдохновением, но стало тем, что всегда они пронесут в своей жизни правильного отношения к себе. И, друзья, вот это очень важная, важная мысль. Если вы видите себя прекрасными, вы других людей будете видеть прекрасными. Если вы видите себя плохим человеком, непрекрасным, точно таким же вы будете видеть других людей, и точно так же вы будете относиться к ним. Это простой секрет. Библия говорит, возлюби Господа Бога твоего, и возлюби ближнего своего, как самого себя. Как самого себя. Это говорит о том, что когда ты любишь себя, ты любишь людей. Когда ты видишь себя прекрасным, ты видишь людей, насколько они красивые, насколько это удивительное творение. Поэтому это очень важно. Говорите это людям. Если вы приходите в магазин, или выходите в какую-то кафешку пить кофе, и там все время одни и те же люди, либо один и тот же продавец, либо бариста там, скажите этим людям что-нибудь хорошее у них самих. А во второй раз еще придите что-то скажите. Эти люди откроются для вас. Очень часто, когда я пророчествую неверующим людям, и 80% пророчества и верующим людям, это о внутренней красоте человека. Есть разные пророческие потоки, но в моей жизни самый большой всего пророческий поток, который течет в моей жизни, когда Бог показывает человеку человека. Люди плачут, люди получают откровения, люди освобождаются, к людям приходит чувство счастья и принятия. Они принимают сами себя. Друзья, никто не причиняет тебе боль больше, чем ты сам. Никто и ничто. И никто не может принести тебе большее благословение в твою внутренность, чем ты сам. Прочитайте, пожалуйста, на ночь сегодня 138-й псалом. Хорошо? А на следующей неделе пусть книга «Песни песней» будет на следующей неделе вашим сопровождением. И последнее, что я хочу сказать. Говорите людям хорошие слова у них самих. Ободряйте их. Знаете, сегодня на собрании я проповедовал. И я также обратился к местописанию, где ангел приходит к Гедеону и говорит, муж сильный. Гедеон не был сильным мужем. Он был слабым. Он прятался. Он скрывался. Он был в страхе. А Бог приходит и говорит, муж сильный. Он не сказал, ах ты ж трусливый. Чего ты здесь спрятался? Бог никогда так не делает. Когда Бог дает кому-то пророчество, Он говорит то, как Он видит, а не так, как оно есть. Кто-то видел в Давиде пастуха, Бог видел в нем царя. Симон, камыш. А Иисус говорит, Петр, камень. Аллилуйя. Аллилуйя. Ты думаешь, что Бог смотрит на тебя и отворачивает свой взгляд, а Бог смотрит на тебя и вдыхает аромат твоей красоты. То, что я видел в духе, то, что мне Бог открывал. Я хочу тебе кое-что о тебе сказать. Ты настолько прекрасный человек, что твоя красота будет раскрываться всю вечность и до конца никогда не раскроется. Никогда не раскроется до конца настолько ты прекрасен. И как невозможно познать Бога до конца и его красоту. Послушайте, мы никогда не дойдем до конца познания Божьей красоты. Никогда это будет продолжаться. Помните, Он говорит Иисус, Иоанна 17,3. Сия же жизнь вечная есть, да знаю тебя. Мы всю вечность будем познавать Его, насколько Он прекрасный. А вы созданы по образу и подобию Божьему. Всю вечность люди будут рассматривать твою красоту. И ты сам всю вечность будешь познавать, какой ты. Друзья, мы здесь не психологией занимаемся. Это, знаете, это не сеанс на ночь. Это истина. Твой Бог думает о тебе намного лучше, чем ты думаешь о себе. Твой Бог, твой Создатель думает о твоем ближнем намного лучше, чем мы иногда думаем о нем. Я верю, когда в церкви будет принятие самих себя, слава Божья, она будет проявляться, и она будет в атмосфере, потому что мы славное Создание. Мы были сотворены в Боге. И потом однажды Он вытащил нас из Себя и создал. Тело Он создал из праха земного, но Адама Он высвободил из самого Себя, потому что мы были сотворены в Нем, прежде создания мира. Прежде создания мира. Мы не были сотворены снаружи где-то. Мы вышли из Бога. Вы сможете после этого заснуть? Я думаю, что ближайшие минут 20, скорее всего, что у вас не получится заснуть. Или же провести этот день, когда вы будете смотреть в эфире. Друзья, я верю, что это слово благословит кого-то. Может быть, вы знаете, кому-то нужно это слово. Пожалуйста, поделитесь этим эфиром. Он будет у меня в Инстаграм. Он завтра будет у меня в Ютуб или послезавтра. И будет в Фейсбук. И Господь Иисус, я благодарю Тебя за каждое чудное, чудное создание, которое было в этом эфире. Вы уникальны. Вы чрезвычайно великолепны. Вы изумительно прекрасны. Когда я знаю того, кто вас сотворил, я могу представлять, насколько вы уникальны. И я хочу попросить вас от имени Господа, делитесь своей уникальностью. То, кто вы есть, то, какие у вас есть желания, реализуйте это. Если тебе хочется рисовать, рисуй. Если тебе хочется писать стихи, пиши. Если тебе хочется создавать детали на токарном станке, создавайте. Если вам хочется делать вкусные тортики, создавайте их. Слава Господу. То, кто вы есть, пусть это выходит наружу. А когда это выходит наружу, тогда ваш Создатель будет прославляться. Очень важно. Если вы хотите доставить Божьему сердцу радость и удовольствие, говорите о себе хорошо. Говорите Ему, как вы благодарны Ему, что Он вас создал. И когда вы говорите, Господь, я благодарю Тебя, что я дивно устроен. И душа моя вполне осознает это. Когда вид говорил, о, Бог получит большое удовольствие. Он получит такое удовольствие, когда он от своего творения слышит такие слова. Я дивно сотворен. А кровь Иисуса остальное почистит. Милость Божия остальное почистит. Благодать Божьего остальное почистит. Покаяние остальное почистит. Попросить у Бога прощения за что-то, оно почистит. Вот эти все вещи, они разберутся с тем, что не надо. Но поймите, поймите, Бог смотрит на вас через Иисуса Христа. Он не видит вас вне Иисуса. Вы понимаете, о чем речь? И то, каким он видит Иисуса, точно так же, такими же, он видит вас. Не потому, что только Иисус прекрасен, а вы в нем, знаете, как этот, гадкий утенок. Нет, нет, нет. Вы такие же прекрасные, как Иисус. Вот скажите, ну классно быть с таким Богом. Поэтому, когда ты знаешь, что Бог такой чудесный, как Он к тебе относится, почему бы нам с вами не рассказать людям о таком Боге? Почему бы нам не поделиться? Почему бы нам не подойти завтра кому-то на улице и сказать, слушай, ты такой хороший. А знаешь почему? Потому что Бог тебя создал хорошим. И уходите. Если человек не хочет слушать, просто оставьте его с этим. А кто-то другой придет, еще что-то скажет. А третий там пожнет, а сеющий и жнущий вместе радоваться будут. Потом уже вечности мы узнаем. Хорошо? Все, дорогие. Благословения вам. Большое спасибо, что были в эфире. До скорых встреч. Продолжение следует.